Перспективы на 60 лет вперёд. Инновационный проект госкорпорации «Росатом» строится в Димитровграде. Многоцелевой ядерный реактор на быстрых нейронах и лимбир – стратегический объект не только для региона, но и для всей страны. Ход строительства реактора осмотрел глава региона Алексей Русских. Работа в одну смену, есть в одну, две смены, да? То есть заканчиваете вас сколько? У нас первая смена начинает работать с 7 утра до 6 вечера, вторая смена работает с 7 вечера, до 6 вечера. Благодаря внедрению инновационных технологий в этом году удалось существенно ускорить подготовительный этап работы, перевыполнить план строительства на 15%. Таким образом, уже к ноябрю на площадку должны завести реактор. Мы планируем общий объем строительных работ закончить где-то, наверное, в 2024 году. Конец 2023-2024, а дальше будет оборудование, монтаж, пусконаладка. Здесь и сложность, здесь уникальное оборудование, и достаточно сложная будет пусконаладка. Стройку планируется завершить досрочно, а в 2027 году. Возведением БИР – пилотный проект для атомной отрасли. Это и площадка, где внедряют самые современные технологии в строительстве – бим-моделирование, инструменты дистанционного мониторинга, автоматизированные системы ценового контроля. Дальнейшие планы работы обсуждали за столом переговоров на штабе по строительству. Пока у нас все по плану, и хотим, конечно, мы опередить эти планы, потому что действительно проект очень инновационный, и он очень нужен и стране, и Росатому. И вот спасибо, мы сегодня сказали губернатору, всей его команде, большое спасибо за то, что полная поддержка идет, потому что все прекрасно понимают, что мы находимся в Ульяновской области, и многие вопросы просто зависят от губернатора. На встрече обсудили возможность проведения работ по строительству инженерных сетей комплексу земельных участков, включая электричество, подведение газа, водоснабжение и водоотведение. 452 гектара территории переданы сейчас муниципалитету. Получается, что у нас есть где строить и сады, и школы, и больницы, поликлиники, и предприятия физкультуры, и спорта. Ну и, конечно же, создавать нормальные жилищные условия для сотрудников НИАРа и в целом для всех метроградцев. Уникальные технические характеристики МБИР позволяют решать широкий спектр исследовательских задач, которые в будущем станут основой для создания новых безопасных ядерных энергетических установок. При этом исследования на новом реакторе можно будет проводить в несколько раз быстрее, чем на его предшественниках. Анна Тищенко, Улправда ТВ.